Уважаемые дамы и господа, убедительно просим вас во время спектакля отключить мобильные телефоны и пейджеры. Не пугайте зрителей. Зрители нельзя томить. И умоляю вас, дорогие зрители, жвачку в кресло, не в масло. Не надо так разговаривать. Не надо так разговаривать. В этот день на сцене театра на Таганке был разыгран самый скандальный спектакль в его истории. Зрителей на этом спектакле не было. Сцена была пуста, но зал полон. Часть труппы расположилась в портере. Ждали главного режиссера. Этот театр создавался на вашей воле. Бродненький, ну дослушайте. Я вас 30 лет слушаю. Мы вас любим, но прошлого. А нынешнего мы вас ненавидим. Я лично ненавижу, потому что, повторяю, был женцем. Я вас не перебивал, когда вы меня оскорбляли. И, как, значит, в плохом полагане хлопали, кричали и так далее. Это не спектакль. Берегите себя там. Этот театр выстоял под давлением советских властей. Пережил изгнание своего художественного руководителя и дождался его триумфального возвращения. И когда все это было уже позади, таганка взорвалась изнутри. Я утверждаю, что вы лжец. Вы прокляли все лучшее, что было в этом коллективе. Вы растоптали и предали этот коллектив. Вы не имеете права так говорить. Вы не имеете права так говорить. Я не подсудимый, а вы не прокуроры и не мои обвинители. И поэтому просто стоп, что я лжец, это мое личное мнение. Вот с этим личным мнением вы и оставались. Через несколько минут театр будет расколот надвое. Часть труппы останется вместе со своим учителем, другая покинет старую сцену театра навсегда. В 92-м году Таганке должно было исполниться 28 лет. И никто в тот момент не знал, сколько еще тебя тружить, да и будет ли он вообще. Это был спор не о прошлом, это был спор о будущем. Все окончено! На Таганской площади когда-то располагалась едва ли не самая известная в России тюрьма. О ее жестокости ходили легенды и в ее честь писали стихи. Но по-настоящему прославит Таганскую площадь театр. Символично, что самые громкие политические спектакли будут поставлены именно на месте бывшей тюрьмы. Впрочем, тогда, в начале 60-х, никто и не думал, что в Советском Союзе такие спектакли можно будет ставить вообще. Что мы, не смелы, трусливы и в искусстве ищем выгод? Таганка родилась в апреле 1964 года, когда в здании Московского театра драмы и комедии въехала молодая труппа актеров во главе со своим режиссером Юрием Любимовым. В основном это были выпускники Щукинского театрального училища. Вы осторожны, так нельзя. Где инженер по безопасности? Они открыли репертуар спектаклем, на который зритель идёт и сегодня, спустя ровно 40 лет. Я снял весь репертуар и начал заново строить другую эстетику. Это был результат, конечно, доброго человека. То есть, это как-то была заявка, которая убедила даже начальников дать мне в Москве театр. Власти рисковали, подарив молодому режиссёру театр. Первый же спектакль «Добрый человек из сезона» приёмная комиссия сочла слишком смелым и провокационным. Приговор советской прессы был краток. Антисоветчина и франдёрство. Спектакль оказался на грани закрытия. И в каждой фразе Брехта можно было уловить такое очень резкое неприятие той словесной трескотни, которая существовала в советской идеологии. «Хотя бы что-нибудь». «Потерпи ещё немного водонос, и ты кое-что узнаешь. Всё идёт к лучшему. Всё. Повернулись. Повернулись. Пошли. Это был театр, с одной стороны, в высшей степени театральный, яркий, а с другой стороны, это был театр абсолютно правдивый, который призывал к здравомыслю, к пониманию того, что есть добро, что есть зло, к пониманию реальных истин, очень важных для существования». Спектакль спасла статья из газеты «Неделя», которая поддержала доброго человека. Но история самого популярного и в то же время скандального советского театра началась именно так, как было уготовано жить Таганке. Началась со скандала. С этого момента к театру было приковано самое пристальное внимание всей надзирающей системы страны – от КГБ до ЦК КПСС. Говорят, что председатель Президиума Верховного Совета СССР Анастас Микоян заметил после премьеры. «Это не студенческий спектакль. Это будет театр и очень своеобразный». Решили, что я занимаюсь политическим театром, но это не так, поверьте мне. Грубо говоря, это ирлык, и поэтому было удобно потом под этим ирлыком и меня вести, что опять у него тема народ и власть, опять у него художник тема и власть. И то есть долбать меня, выгонять с работы там, запрещать премьеры и так далее. Это же удобно очень. В начале 60-х, в период политической оттепели, молодой свободный театр не мог не появиться. Вопрос был только в том, как далеко пойдет этот театр. Партийные лидеры смотрели спектакли Таганки с двояким чувством. Постановки сами по себе им нравились, а вот то, что читалось между строк и даже в паузах, между слов, тянуло чуть ли не на контрреволюцию. Так или иначе, власть увидела в Таганке островок оппозиции. Со стороны нас характеризовали как хулиганов, дерзких людей, которые думают, что они схватили бога за бороду, там все такое. Мы не называли вещи своими именами, но зритель понимал всегда, о чем мы говорим и ради чего мы это делаем. Таганка рождала звезд. Зритель шел смотреть на Леонида Филатова, первого красавца Москвы, на Вениамина Смехова, мужественного и чуть грустного, на Алудемидову, женщину-загадку, за которой мечтала ухаживать половина театральной Москвы. Здесь же на Таганке блистали внешне чуть провинциальный и прямолинейный Валерий Золотухин и эмоциональная взрывная Зинаида Славина. И, наконец, сюда же в театр шли, чтобы увидеть живого Высоцкого. Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! А любимцем режиссера был молодой актер Николай Губенко. Он играл главные роли любимовского репертуара. В 69-м Губенко на время покинет театр. Но на сцене уже зажгутся новые звезды Нина Шацкая и Ван Бортник. В них были влюблены, их ревновали, на них обижались. Таганка переживала невиданный до сей поры театральный бум. Вот они! Вот это глаза, вот эти сумасшедшие, вот они. И вот я говорю, забудь про все, взгляни на серый дым. Все холоднее холода, которым он уходит. Вот так и ты пойдешь за ним. Вот это Таганка! За пределами Москвы главным дефицитом была колбаса. А в Москве книги и театральные билеты. Билет на Таганку стал твердой валютой. Он конвертировался в любые социальные и материальные блага. В рейтинге дефицита Таганка занимала одно из самых высоких мест. Билет приравнивался к флакону французских духов или банке растворимого кофе, которого в стране не было. На черном рынке цена за билет порой поднималась до 50 рублей вместо номинальных двух. И это при том, что средняя зарплата в стране не превышала 120 рублей. Но даже такие билеты достать было невозможно. Ордер на квартиру для того, чтобы посмотреть спектакль. Мы легко меняли билеты на дубленки, на поход в Большой театр. Не для себя даже, а для кого-то. Врачи были главными нашими гостями. В фойе театра висят четыре портрета. Константин Станиславский, Евгений Вахтангов, Севолд Мирхольд и Бертольд Брехт. Любимов часто повторяет, что все методы театрального искусства давно уже ими изобретены. Но системы, как таковой, не существует. У Любимова была своя, таганковская система. Наиграл, как собака. Форма шекспировская. Через зал эта играется. Без всяких четвертых стен. Забудьте про систему. Ее нет и быть не может. Никакой системы нет Станиславского. Это все глупость. Есть метод работы великого мастера. И все. Отчего я вообще любила таганку. Там никогда не ставились вообще пьесы компромиссные или, ну, то, что называют советские, на злобу дня. Или вот таких драматургов, которые, в общем, или там ставилась классика, или брали прозу и ставили, и из этого делали спектакли. И то, что вообще люди произносили между собой тихо на кухне, потому что везде были уши, на таганке это говорилось вслух и еще талантливо. К концу 60-х годов на Лубянке было собрано целое досье на таганку, состоявшее из анонимок, доносов и рецензий на спектакли театра. Таганку курировало бывшее Пятое управление КГБ СССР, отвечавшее за идеологию. Чекисты взяли на карандаш не только главного режиссера театра, но и всех ведущих артистов. Попадание в черный список неблагонадежных, как минимум, делало их невыездными. Вопрос о закрытии таганки обсуждался в верхах чуть ли не ежегодно. Чтобы сохранить свой репертуар, театру приходилось идти на компромисс с властью. «Хотите быть режиссером?» – говорили любимые у члены Политбюро. «Поставьте сначала спектакль «Мать». Чуть позже на таганки выходят «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида. «По Чляцку в фойе проходи по залу! Хочешь пьеску смотреть? Ты смотри сначала!» «Книга Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир» дает правдиво и необыкновенно...» Комсомольцы, будущая политическая элита страны, ходили в модную таганку в основном на идеологически правильные спектакли. Но даже тема революции в театре звучала по-особому. Это и музыка, это и декорации, это тут, так сказать, и столкновение разных политических течений. А самое интересное, там начиналось уже, так сказать, действие на входе. В ход стоит красновардеец с винтовкой, со штыком и на штык накалывает билеты. В то же время партийная верхушка понимала, что таганка может приносить и пользу. Высоких гостей из Европы и США вводили в этот театр специально, чтобы показать демократичность самой страны. Для власти таганка была своего рода экспонатом свободы на огромные выставки советского искусства. Экспонатом свободы в самом театре стали стены в кабинете любимого. Расписаться на этих стенах означало поддержать опальный в то время театр. Каждый автограф был равносилен участию в демонстрации. Почитать исторические надписи приходили даже члены политбюро. Я взял Афанасьев Толстый и написал «Все богини, как поганки, перед бабами и стаганки». Вот сейчас до сих пор не смытная надпись там. Видите, каким разбал. Он первый написал, а потом стали подписываться. Вот президент, вот мэр, это уже политики. А это вот все мои друзья. Там Искандер, где-то Белла, где-то Нина Иоаннашвили, где-то Эрнс неизвестный, Трифонов тут где-то, Абадо. Вот все политбюро Италии во главе с Берлингвером. Тут все политбюро. Президент очень внимательно все осмотрел. Говорит, я под Пушкин. Таганка всегда была театром режиссера. Артисты-самородки Любимову не нужны. Нужны скорее исполнители режиссерской воли. В свое время театру по разным причинам не подошли Станислав Любшин и Александр Калягин. У Любимова наравне при нескольких репетициях может играть и табуретка, и артист. То есть он настолько точно тебя высветит, настолько точно сделает музыкальный акцент, настолько точно тебя повернет, в нужный момент тебя покажет, что в принципе правильно оденет, и ты как функция будешь абсолютно точен. Очень много актеров прошли через таганку, которых сейчас зрители и даже я не помню. Но одни были пешками и такими глухими исполнителями, а другие вырывались и становились Высоцким, Филатовым, Золотухиным. Репетиции спектаклей нередко проходили на высоких тонах. Юрий Любимов мог довести артиста до слез. Вениамин Смехов до сих пор вспоминает, как плакал за кулисами после устроенной ему взбучки. Бывало, что даже звезды театра Иван Бортник и Валерий Золотухин могли месяцами не разговаривать с Любимовым. Так глубока была их обида. Ну мне видно отсюда, не надо. Вы будете ставить, вы поставите соленого. Что я долго буду вам объяснять, почему не надо. Выяснения отношений на сцене иногда заканчивались ссорой. Мирились тяжело. Как правило, миротворцем в таких случаях выступал Леонид Филатов. На дружеских посиделках у себя дома он призывал забыть старые обиды. Я с вами ругаться совершенно ни к чему. И противоставлять себя неинтересно. Потому что вы, как сказать, гений, вы мировая величина. Зачем? Я занимаюсь другими делами. Я знаю, что вы ничем же этим плачете. Не-не-не-не, я не так уж уняю. Да не-не-не-не. Не-не-не. Пределы Садового кольца меня узнаете. Так, ребята, все, у нас есть семена. У меня корысть. Вот настолько это. И вы меня в этом обвинить не можете. Мне из-за вас, как говорил, чуть башку не сломали. В то время как вы давляете первую свободных стран. Люди, мы не хотим с вами работать. Что ж вы не услышали? Не слышите вас. Ну, понимаете, мы никто не видом вашего слова. Вот, к сожалению-то моему величайшему. Перед вами. Я все слышу. Что это такое, а? Вы меня учили. Отваги способ смотреть в глаза, а не прятать в глаза. Вы меня учили. А теперь я вас не узнаю. Здесь ваши выкрики для меня никакого значения не имеют. Очень жаль. И мне жаль. Очень жаль. Да. И главная интонация очень актерская хорошая. Живая? Готовая, Леня. Не живая. Не живая, Леня. Лукин и дети, вторая сила. Да? Не живая. После скандала, расколовшего театр в 92-м году, Леонид Филатов покинет Таганку. С Юрием Любимым они больше не встретятся. На похороны некогда любимого артиста в 2003-м году режиссер не придет. В театре во время похорон шла репетиция. Приготовились. Начинаем. Поешь? Любимов знает, как добиться полной самоотдачи от актеров. Постарайся прямо. Стоп. Стоп. Еще раз. На репетициях он нередко проигрывает их роли. Любая репетиция – это кровь, пот и слезы. Приходится самому биться о стены или кататься по сцене. Синяки и травмы – дело обычное. Однажды главному режиссеру на Таганку вызывали даже скорую помощь. Ничего я не забиваю себя. Бьюсь и чего-нибудь на голову и все. Это требует тренировки. А то вы что-то делаете и так? Бедете? Любимов и сам выступал в роли доктора. Иногда ему приходилось приводить в чувства слегка захмелевших артистов. Дело в том, что в перерывах между репетициями или в антрактах актеры прямо в театральных костюмах могли спуститься за сцену, где этажом ниже стоял старый разливочный аппарат. За 20 копеек он наливал полный стакан портвейна. Это называлось «сходить в библиотеку». Таганка славилась умением выпить и в будни, и в праздники. В итоге сценарий того или иного спектакля мог меняться по ходу действия. У нас шел спектакль «Мать». А я в этом спектакле играл Андрея Находка с подвижника Павла Власова. А у него в сцене «Майовка» есть такой текст. «Товарищи, говорят, на земле разные народы живут. Евреи, немцы, татары и поляки. А я в это не верю, потому что есть только два народа. Это бедные и богатые». А спектакль шел, как сейчас помню, 12 апреля. Я этот день космонавтики с утра отметил. И чтобы не раздражать тещу, жену, я пошел в театр. В театре тоже ребята отмечают день космонавтики, Пасху. Я тоже еще добавил. Короче говоря, я попросил их меня там. Вот я залезу, я говорю, там сяду на свое место. В нужный момент вы меня растолкаете, я, значит, там свою речь двину. Побегают солдаты, мелькает свет, штыки, мостовка, бабы, мечутся. Все кричат, маленькая рука, меня толкают. Я понимаю, что моя речь подходит, и я кричу, «Товарищи! Говорят, на земле разные народы живут. Евреи! 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 А я в это не верю, потому что есть только два народа. Это бедные евреи и богатые евреи». Напряжение, так существовавшее между Таганкой властью, достигло своего апогея в конце 60-х. Любимов стал своего рода официальным диссидентом. Он руководил самым популярным театром в стране, спектакли которого запрещали. Битва за каждой из них шла не на жизнь, а буквально насмерть. Проработка была, конечно, которая запоминается, ибо на этой проработке даже умер начальник главка. Ему приказали, ему, видимо, было тяжело в райкоме партии. Это была проработка на исключение меня. Из партии и с работы. И он вначале говорил, говорил, потом у него спазм сердца, он упал. И прекратили это все безобразие, потому что, когда приехала скорая помощь, он был мертв. Партийный чиновник умер во время обсуждения спектакля «Живой» по повести Бориса Мажаева. Спектакль запретили, а любимого уволили с таганки и выгнали из партии. Министр культуры СССР сказала, вас не за огород, вас за спектакль судить. На обсуждение в Министерстве культуры Любимов решил схитрить. Он специально вставлял в сценарий цитаты из праздничных речей Брежнева, не указывая их авторство. Цитаты в спешке вырезали, а фраза типа «экономика должна быть экономной» запретили вообще. Любимов рассказал об этом одному из членов Политбюро, а тот самому вождю. Буквально через два дня Брежнев лично распорядился вернуть опальному режиссеру и должность, и паркбилет. Генсек даже заехать в театр пообещал. Не переменили всю мебель, сделали туалет и запломбировали. Но потом туалет оставили. А Брежнев выразился, что говорят, что это очень душевно. Понимаете, я, генсек, могу слезу уронить, а это как-то не к лицу. К этому времени Любимов придумал свой метод общения с чиновниками. Выслушивать оскорбления партийных кураторов режиссер предпочитал одетым с иголочки и по последней моде. Для этих случаев у него в кабинете висела выглаженная сорочка и новый костюм тройка. «У вас что, праздник?» спрашивали чиновники. «Да, встречаюсь с вами», с улыбкой отвечал он. В играх с властью были свои правила. Кто кого разозлит и перехитрит, тот и выиграл. Если бы в то время Любимову сказали «Все, делай, что хочешь», я не уверен, что это его бы поддержало творчески. Он из этого состоит, сам человек. Ему нужно обязательно с кем-то бороться. Это его заводит. Он тогда становится в вастократ талантливее, изобретательнее, изысканнее, находчивее и так далее, и так далее. Чем условнее представление, тем безусловнее проживание должно быть. самым настоящим и глубоким. И чем условнее форма, мне кажется, актеру она должна больше давать. Во всех спектаклях Любимов шел от формы. Например, «Гамлета» на «Таганке» долгое время не ставили исключительно потому, что Любимов не мог определиться с главной декорацией постановки. Когда, наконец, был придуман огромный движущийся занавес из шерсти, оказалось, что такое количество материала театру никто не даст. Даже пришлось писать Косыгину, потому что шерсть была стратегическое сырье. И пришлось написать, вот для спектакля «Гамлет» мне необходимо 300 килограмм шерсти. Точно не могу сказать там 300 или 400. И он дать, резолюцию дать. Ну, через помощника передали. «Гамлет» вознесет «Таганку» на пик театральной славы. А роль «Гамлета» станет бенефисом Владимира Высоцкого. «Быть! Или не быть! Вот в чем вопрос! Достойно терпеть безропотно позор судьбы! Или нужно оказать сопротивление? Восстать, вооружиться! Победить или погибнуть, умереть!» Владимир Высоцкий пришел на «Таганку» в 64-м. Первый год ее театральной жизни. На прослушивание особенного впечатления Высоцкий не произвел. Сейчас никто и не вспомнит, что он тогда читал. Но все помнят, как он запел. «Гул затихший, я вышел на подмостки, прислалясь к дверному косяку». Ему посчастливилось остаться. И он долго не получал главные роли. После ухода Губенко, когда все роли Губенко достались Высоцкому, вот тут был трамплин, один из трамплинов Высоцкого. Потом «Женитьба на Марине Владе», второй трамплин Высоцкого. Потом концерты уже после этого на 5000-й и возникновение магнитопонов. Третий трамплин Высоцкого. Нелегальные гастроли, переполненные залы в домах культуры и подпольные записи сделали запрещенного Высоцкого по-настоящему народным артистам. Ему завидовали. Его ревновали к успеху, к славе. Наконец, ревновали к Марине Владе. А ради нее он был готов совершить невозможное. Выполняя любой ее каприз, любое желание, он мог уехать даже на край света. Приходит ко мне и говорит, не говорите, что я еду к концу сезона, я еду к Марине Владе. Когда она была здесь, мы присмотрели в магазине комиссионный кулон. Он стоит 6000, а вы мне платите 1800 рублей. Вот, а я без него не могу к ней поехать. Ну, вы сами понимаете. Вот тут мне звонили из Магадана, просят приехать на три дня. И мне за это заплатят там 6000. Ну, и я дал согласие. Это был разгромный со стороны Юрия Петровича, был разгромный, значит, скандал колоссальный. В конце 70-х годов Высоцкий начал отдаляться от театра. В новые спектакли он практически не входил. Предлагаемые роли его не устраивали. Он мог не выйти даже на собственный спектакль, и любимого приходилось выпускать кого-либо на замену. Серьезные проблемы со здоровьем вынуждали Высоцкого играть либо на обезболивающих уколах, либо на амфетамине, который нейтрализовывал действие алкоголя. В перерывах между репетициями Высоцкий все чаще подходил к любимому и говорил, что на таганке ему давно уже стало скучно. А дело в его болезни. И, кстати, я не знал, что он начал применять. Другие способы, известные Вам. И жена моя, Катерина, сказала, посмотрите, как ходит Ваш артист. Так ходят только... Ну, эти люди. Так, стремительно. А потом я понял, сам. Но, увы, это было поздно. Значительно позже Любимову расскажут, что Высоцкий хотел получить роль Воланда в спектакле «Мастера Маргарита», но из деликатности не просил. Впрочем, никто в театре на таганке тогда не верил, что им вообще разрешат сыграть Булгакова. Денег на постановку не уделялось, декорации собирали из других спектаклей. На афише писали спектакль старый, актеры старые, декорации старые и музыка старая. Но «Мастер Маргарита» все-таки пошел на таганке. И более того, оказался единственным спектаклем тех лет, который шел вообще без купюр. Возмущенная газета «Правда» назвала постановку «Сеансом черной магии на таганке». Вот какая мистика. В 83-м году я получил приглашение в частную поездку во Францию. И эта поездка должна была быть запрещена. Как я выехал? А я вам скажу. За два билета на «Мастера Маргарита». Вот страна чудес. Дайте-ка посмотреть. Я, к сожалению, не могу этого сделать. Я сжег Роман в печи. Этого быть не может. Рукописи не горят. Роль Воланда могла бы стать последней для Высоцкого на таганке. Но так и не получив ее, Высоцкий играл только в старых постановках, стараясь отшлифовать свои роли до совершенства. Последний раз Высоцкий сыграл «Гамлета» 18 июля 1980 года. Следующий спектакль был назначен на 28-е. Высоцкий умер 25-го, а 28-го вместо спектакля в Москве шли похороны поэта. Никто из зрителей, купивших билеты на этот день, в кассу их так и не вернул. В день смерти Владимира Высоцкого на таганку пришло предписание первого секретаря Московского горкома партии Виктора Гришина о том, как не надо хоронить Высоцкого. Никакой панихиды, прощания в театре и никаких демонстраций на улице города. В то время в Москве шла Олимпиада. Я сказал, нет, хоронить будут его друзья. Значит, Вы не будете исполнять то, что Вам сказано? Я сказал, нет. Это можно передать вот так члену политбюро? Я говорю, да, можно передать и так. Как Вам угодно. А мне бы тогда было все равно. И дальше мы его так и погородили, как следует. Театру таких похорон простить не могли. После смерти Высоцкого советская административная машина окончательно зажала таганку в своих тисках. Из 620 билетов на спектакль 440 уходило в Совет Министров. В Верховный Совет, Министерство Культуры и КГБ. Перед спектаклем билеты, как правило, возвращались. Так власть пыталась помешать зрителям попасть в театр. Единственным способом окончательно задушить этот островок свободы было убрать из таганки режиссера Любимова. Удобнее всего это было сделать во время его отсутствия. Очень скоро он подарит власти такую возможность. В начале 80-х на таганке готовились две премьеры. Спектакли памяти Высоцкого и Борис Годунова. Обе постановки власти запретили. Премьера Владимира Высоцкого состоится на сцене театра в годовщину смерти артиста. Но о Борисе Годунове придется забыть на целых 8 лет. Роль царя Бориса должен был сыграть возвращенный Любимовым на таганку Николай Губенко. Но цензоров возмутило то, что лжедмитрий выходил на сцену в тельняшке. Любимову тут же напомнили, что Юрий Андропов в молодости служил матросом. Ну, у них были какие-то дурные доносы Андропову. И, значит, что это я такую, ну что ли, бестактность допустил, что вот Брежнев умер, это Годунов, а вот самозванец это Андропов. Спектакль Борис Годунов так и не разрешают. В ответ Любимов уезжает за границу работать по приглашению западных театров. И уже находясь в Англии, он узнает, что его уволили с должности художественного руководителя театра. А после постановки в Лондоне спектакля «Преступление и наказание» кто-то из заезжих московских чиновников заметит. Преступление налицо, наказание последует. Вскоре Юрия и Любимова лишат и советского гражданства. Мы еще можем работать, мы полны сил, хотя вы говорите, что мы там разнузданы. Это естественно, Юрий Петрович, потому что этот театр создавался на вашей воле, на вашей энергии. Когда вы стояли здесь, или когда вы были там, хотя бы мы знали, что вы там. Но мы хотим с вами быть, Юрий Петрович, вы хотите работать в Советском Союзе, в СНГ, или не хотите? Если вы не хотите, так и скажите. Или вы будете художественно руководить этим театром из Цюриха. Вы на это согласны? Когда вы обретете человеческий облик, переспав ночь, завтра я с вами поговорю. Внутренние болезни в театре, они начались раньше. Я даже думаю, вообще они начались вот так, смерть Высоцкого, как ни странно, подвела какую-то определенную черту истории Таганки, 80-е годы. Потом не выпустили Бориса Годунова, спектакль о Высоцком. То есть вот такие внутренние и внешние какие-то причины, я думаю, что любимого тогда тоже заставили остаться. Не просто там какая-то фраза, которая спонтанная, кто-то произнес на конференции после преступления и наказания. Театр был обезглавлен весной 84-го. Решение о назначении нового художественного руководителя Таганки принимал московский горком партии. Главным режиссером Таганки стал знаменитый Анатолий Эфрос, покинувший до этого театр на Малой Броне. Приход нового режиссера Таганка встретил он остороженно. Во время представления Эфроса труппи в зале стояла гробовая тишина. Мы собрались и договорились встретить молчание. Встретили молчание. Это, конечно, потрясло господ, которые привезли замечательного режиссера на эту каторгу. И молчание, это, конечно, было знаком несогласия. Очень холодно встретил известие о назначении Эфроса и сам Любимов, который по-прежнему находился за границей. Но на это были свои причины. Еще в 75-м году Анатолий Эфрос по приглашению Любимова поставил на Таганке вишневый сад. Спектакль имел фантастический успех и пять лет не сходил со сцены Таганки. Но два театральных мастера не могли жить и работать на одной сцене. Главным на Таганке всегда оставался Любимов. Когда мы стали одни, остались, нет власти, когда наш шеф остался в ванной. Вот тут мы выходим, все, и мы сукины дети. И нет нашего учителя. А кто право детства или кто виноват? Это я не буду говорить на эту тему. Эфросу не стоило приходить в Таганку. И я ему сказала, говорю, Анатолий Васильевич, не приходите, потому что мы ждем Любимого. Мы же, опять-таки, не знаем будущего. Это ведь есть только опыт прошлого, опыта будущего, и ведь нет. И мы знали, что мы всегда будем его ждать и бороться за это. Таганка не приняла Анатолия Эфроса. Ему резали пальто в гардеробной, прокалывали шины автомобиля, труппа тем временем распадалась. Почти сразу после прихода Эфроса театр покинули три актера Леонид Филатов, Вениамин Смехов, Виталий Шаповалов. А с ними и бессменный художник театра Давид Боровский. Они ушли в современник Галине Волчек. Это произошло потому, что было невозможно продолжать работать в стенах театра. Кончилась жизнь, кончилась правда, кончилось искусство, а началась какая-то политика и что-то другое совсем. Мы потеряли комфорт. В это время почти все театры Москвы получили указание сверху не брать к себе актеров стаганки. Современник запретов не послушался. На капустнике, посвященном 30-летию театра, Валентин Гафт объявлял выход актеров стаганки эпиграммой собственного сочинения. На дне покоятся останки, лишь трое выплыли стаганки. Они, в свою очередь, шутили и достаточно жестко в адрес Анатолия Эферса. И тут, конечно, начальство на это бурно отреагировало. И мне позвонил начальник нашего главка утром и сказал, «Галя, ты должна их уволить или строгий выговор дать?» Я сказал «нет». «Нет». Он сказал «уволить, да». Я сказал «нет». Он говорит «тогда мы тебе дадим строгий выговор». Я говорю «давайте». Анатолий Эферс руководил театром почти три года. В январе 1987-го он подписал открытое письмо актеру Таганки с просьбой вернуть Юрию Любимову гражданство СССР. Приверженец классической театральной школы он не смог следовать режиссерским путем своего предшественника. Да, наверное, не хотел. Он успел поставить на сцене театр шесть спектаклей и это уже был подвиг. Три года у руля Таганки стали последними в жизни Анатолия Эферса. Своё положение в Любимовском кресле он так и не пережил. В 1987-м году на Таганке новый главный режиссер. Николай Губенко выбрал сам коллектив. Я понимал, что для театра выбор Губенко, товарища по профессии, актёра, который начинал этот театр вместе со всеми, не безосновательен. Не безосновательен прежде всего потому, что все мы в 1964-м году вместе с Юрием Петровичем Любимовым начали поиск в каких-то иных направлениях, не присущих прежде нашему театру. Те, кто уходил в современник, постепенно засобирались домой. Тогда же Таганка восстановила спектакль Владимира Высоцкий. Появились и потерянные было надежды на возвращение самого Юрия Любимова в театр. Встречи с ним актёры ждали уже три года. Когда мы были в Мадриде и повезли туда мать, Николай уже возглавил театр, и когда ночью он собрал нас у себя в номере, и вот как просто обухом полагает, завтра приедет Любимов. Он за ним поехал в аэропорт, появился Любимов в каком-то сногсшибательном подкремовом костюме в бабочке, его таким не видел, седовласы, рядом красивая Катя, он в очках в тёмных. Значит, Юрбит, ну, и когда он дошёл до меня и сказал, Ванька седой, и у него предательская из-под очкова. А со мной просто началась истерика. В 89-м Юрий Любимов окончательно вернулся в Советский Союз. Он снова стал главным режиссёром Таганки, тогда же ему вернули и паспорт гражданина СССР. Возвращение гражданства заняло без малого один год. Решение принимал лично президент Горбачёв. Вот это всё целая эпопея, это уже целая огромная работа по восстановлению достоинства людей, возвращению званий, наград всего, Родины. В том числе и, конечно, и Юрия Любимова. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий Петрович. Не занимай, не занимай. Ты я видел. Здравствуйте. Прошу вас. Когда Юрий Петрович вернулся в 89-м году, то раскол был предрешён, как мне представляется. Он работал на Западе, он привык к другим отношениям с артистами. Он вот такого органического перехода от советского времени к новой такой хаотически рыночной и хаотически демократической России не пережил. Он попал просто из Советского Союза в какую-то другую страну. Ребята, хватит. Ну, бросьте. Ну, бросьте. Бросьте. Бросьте и сядьте. Сядьте, пожалуйста. Сядьте и бросьте это. Снова возглавив театр, Любимов решил не прерывать зарубежную работу по заключённым ранее контрактам. Режиссёра звали в Камингарден, в Ласкало, в Гранд-Опера. По мнению Любимова, Таганке тоже была необходима контрактная система. В том числе и для того, чтобы защитить актёров и театр от непредсказуемых выкрутасов власти. У Таганки должна была начаться новая жизнь. А ту легенду надо было закончить вот тогда, когда Любимов вернулся в страну. Он вернулся в страну и было предложение. Мы были на гастролях в Греции, я помню. И было предложение, чтобы в течение года разойтись всем. А потом Любимов бы набирал всех по контракту, как он хотел. Но театр бы назывался уже по-другому. Ну, например, команда Любимова. Часть трупа идею своего режиссёра не поняла. В январе 92-го года прямо в зрительном зале разгорелся скандал, расколовший театр на две части. Поводом для памятного собрания стала кража из Любимовского стола копии контракта театра с мэрией города. Мой контракт это моё дело. И его брать тайну и комментировать это называется подлог и похищение чужих документов. Как попал документ? Да валялся. Кто-то обжёгся. И тут же пошло разумеется. Я приехал из Кословодского на 30 звонков. Это сделано для вас, а не для меня. Да потому что нужно быть приличными людьми и не воровать чужие документы. Да не в этом я утверждаю, что вы лжец. Вы прокляли всё лучшее, что было в этом коллективе. Вы растоптали и предали этот коллектив. Вы не имеете права заговорить. Человек, который назвал меня лжецом, живя у моей матери полгода, да я не желаю вообще видеть его в этом побежице. Вот я уйду и выбирайте. И пока он не уйдет отсюда, меня тут не будет. Всё, закончено. Я уйду жизнь. Я уйду жизнь. Чуть позже, в 93-м, Николай Губенко, бывший актер Любимовской труппы, бывший главный режиссер театра и бывший уже министр культуры СССР, создаст содружество актеров Таганки и займет здание новой сцены, пристроенная к старому в середине 80-х. Содружество будет под бдительной охраной. Милиция внутри, ОМОН снаружи, вход и выход по пропускам. Взбесившееся стадо видит вожака после грандиозного скандала часть труппы покинула таганку. Зинаида Славина и на Ульянова ушли в содружество к Губенко. Алла Демидова начала сольную карьеру. Вианимин Смехов преподает в Америке. Из звездного состава 60-х на старой таганке остались только Золотухин и Бортник. до сих пор на таганке прямо по соседству формально существует два театра таганка Юрия Любимова и содружество Николая Губенко. Между ними расстояние метров 10 и пропасть длиною в целую жизнь. Когда дети бунтуют против отца, то дети должны уходить. Это закон жизни. Там была масса несправедливостей со стороны отцов. Бывает не меньше несправедливости, иногда больше несправедливости, чем со стороны детей. Они отцы, они мудрее, они должны простить. Но, тем не менее, отчий дом должны покидать дети. После раскола театра Юрий Любимов на той же знаменитой старой сцене, где игрались его спектакли в 60-х и 70-х годах, поставит и хроники по Шекспиру, и доктор Живаго Пастернака, и братьев Карамазовых по Достоевскому. Сегодня в этих спектаклях играют новые актеры, вчерашние студенты, как и тогда, в 64-м. Но в главной роли здесь всегда режиссер, один и тот же, вот уже 40 лет. Сегодня Таганка другая, другое время, другие зрители, но история о добре и зле вечно. В руках у нас прекраснейшая сказка. Стараемся не допустить мы скверную развязку. Плохой конец заранее отброшен. Плохой конец заранее отброшен, он должен, должен, должен быть хорошим. Вот уже 40 лет каждый вечер режиссер приходит на свое любимое место в зале. Каждый раз он приносит с собой старый электрический фонарик. Через мгновение луч света выхватит сцену. Зал полон. Пора начинать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok